Самым загадочным и в то же время любимым персонажем во всем мире является Дед Мороз, потому что он приходит перед Новым Годом и Рождеством, чтобы поздравить всех с праздниками и подарить подарки. Но у каждого народа есть свой Дед Мороз, и в разных странах зовут его по-разному. Так кто же приходит в новогоднюю ночь с подарками к детям в разных странах? На Руси знаменитый Дедушка, Дед Мороз, Мороз Красный Нос, Мороз Воевода. Это святитель Николай, Николай Чудотворец. Его одеждой уже издавна является длинная красная с белым шубом. У Деда Мороза длинная белая борода, в руках посох. Приходит он в гости не только с подарками, но и со своей внучкой Снегурочкой. В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы его зовут Санта-Клаус. Он одет в красную курточку, отороченную белым мехом, и в красные шаровары. На голове красный колпак. В Финляндии новогоднего деда зовут Йолу Пуке. Его окружают гномы в островерхих шапочках. В Швеции два Деда Мороза. Сутулый дед с шишковатым носом Юл Томтен и карлик Юл Ниссар. И тот и другой под Новый год ходят по домам и оставляют подарки на подоконниках. Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Парнуэль, что означает отец Рождество. Он добрый и приносит детям в корзинке подарки. Второго зовут Шалан. В его корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. В Италии, кроме Бабо Натали, к детям приходит старушка Бифана. В новогоднюю ночь она прилетает в дома через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным достается только залам. Монгольский Дед Мороз Увлин Увгун похож на пастуха. Он одет в мохнатую шубу и большую лисью шапку. На боку у него табакерка, кремень и огнево, а в руках длинный кнут. В Узбекистане его зовут Кербобо. Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. Он ездит на ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками. Все Деды Морозы приносят подарки, но каждый делает это по-своему. Под елку кладет российский Дед Мороз. В носке обнаруживают подарки англичане и ирландцы в ботинки мексиканцы. Новогодние подарки сваливаются в дымоход во Франции, а на балкон в Испании. В Швеции Дед Мороз подкладывает подарки к печке, а в Германии оставляет на подоконнике. Деды Морозы, они все такие не одинаковые, выглядят по-разному. Один добрый, а другой может и пожурить. У каждого есть свой персональный способ проникнуть в праздничный дом. Но каким бы ты не был, Дед Мороз, ты есть для того, чтобы поздравить и вручить нам подарок.